Здравствуйте, товарищи, с вами Сет, это Mass Effect... Безумный Mass Effect, собственно, да. Остановились мы, как вы помните, всё на том же, на том, что проходили безумный Mass Effect, наивостями остановились. И, собственно, да, искал я тут выход, но вот я нашёл врагов, это значит, что я, наверное, иду на правильном пути, хотя я, на самом деле, немного сомневаюсь. Как вы понимаете, всё может быть, всё может быть, но вот я здесь, я вижу здесь ящик. В прошлой части, кстати, если вы по какой-то причине не смотрели её, а решили сразу посмотреть эту, то... В прошлой части, между прочим, был секс вот с этой вот женщиной, которая стреляет по кому-то, кого я не вижу. Ляра тоже хочет стрелять по кому-то, кого я не вижу. А, но радар видит зато их. Так, радар видит вас, вы куски металла и всяких других конструкций. Ах, ты ракетами стреляешь, да? Я ж, кстати, левел получил и так и не прокачал его. My bad, my bad, как говорится, my bad. Периметр секьюр. Периметр секьюр. Это, на самом деле, хорошие новости, что периметр секьюр. Вот, я могу теперь качать. И всего 90 секунд кэд будет восстановление. У... Блин, реза... Сапартийцев, скажем так. Давай, Ляра, подъем. Я хочу, чтобы ты подъем прокачала. Интересно, а подъем так же, как бросок, она... А, нет, бросок в радиусе действует. То есть, вот радиус 6 метров у броска, у подъема радиуса нету, так что он... В любом случае будет работать на этот. Ну, помехи на радаре, хрен его знает, откуда эти помехи. И очередной лифт. Даже у гребанных портаан есть лифты. Почему никто не хочет придумать обычный телепорт? Зачем я сюда поднялся, я ей-богу не знаю. Наверное, чтобы защищенный ящик взломать. Я ведь знал, что тут ничего нету, но все равно поднялся сюда. Ах ты, черт. Ну, я уже не смогу проскочить. Ну, ладно. Терминатор, молот, цунами. Так, ну да, собственно. И самое обидное, что спрыгнуть теперь отсюда нельзя. Нужно обязательно делать это с помощью лифта. Такие дела. Так. Лифт. Кнопка лифта на рукаве. Мой порядковый лифт на рукаве. Помоги мне остаться в лифту. Вернее, в лифте. Так, ладно, надоело мне, что я не вижу радар. Кто блочит? Признавайтесь, кто блочит? Ёб твою мать, я вижу, кто блочит. С каким-то жестким этим. Так. С одним справился? Блокерщиком. Блин. Так, давай вот сюда мы закинем. И всех просто стянуло. Вот бы еще мои дамы не вставали под мой огонь, чтобы я по ним не стрелял. Ё-моё, перегрев. Нифига себе. А, лол, так это... Это сволочи делают перегрев. Ну ты скотина, я тебя с руки же наваляю, блин, умер. Когда попадают вот эти снайперы, они перегревают, типа, оружие. Эти... Говнюки. Все, что ли, кончились? Эшли, тебя жду. Периметр клир. Все, Эшли, молодец. Я дождался тебя. Именно это я и хотел услышать, на самом деле. Так, тут я... Был. Да, там ящик неактивный, значит, я его уже открывал. Ну и дверь, как мы видим, здесь. Ну, дверь. Я сказал дверь, я имел в виду лифт. Да. Ну, я помню, да, в принципе, я вспомнил, куда ведет этот лифт. Довольно интересную комнату. Тут до сих пор есть подача энергии, наверное, собственный генератор. Похоже, что это центр управления всем комплексом. Наверное, бойцы Сараны заблокировали дверь после того, как он вошел внутрь. Если мы хотим попасть в бункер, надо будет придумать, как отключить блокировку. Да. Да, вот интересная комната, если не ошибаюсь, это она. А я никогда не ошибаюсь, прошу вам напомнить. Тут очень много врагов, но тут есть интересная фишка, которая называется... Пульт управления ходячими шагающими танками. Ну, и мне падают отключать так, поэтому я буду отключать их взломом. И, как видите, ходячие танки сражаться будут за меня. Потому что тут довольно много врагов, на самом деле, как видите. Праймы, разрушители, штурмовики. И парочка ходячих танков на моей стороне будут встать, я полагаю. Еще один. Есть еще ходячие танки, желающие мне помочь? Нет. Я, как видите, получаю и деньги, и экспу по 2 800. Можно просто спрятаться. Эшли не умирает только. Не, Эшли, она не глупая, она не умирает просто так. Что, кончились? Один враг, кажется, остался. Ходячие танки со всеми справились. Да. А дальше что с вами будет? Отхилю своих дам. Мне, в принципе, не жалко, не дигель. Да, вот так вот просто. Я потратил 100, по-моему. Этих. 100 унигеля. Но, в принципе, как видите, унигель вещь такая. Не очень... ...важная на такой моменте игры. То есть... ...очень быстро он добывается. Очень легко. Ну и вот панель. Скорее, у Сарона уже есть фора. Надо найти его до того, как он доберется до канала. Если уже не добрался, то мы попадем прямо в ловушку. Стоит рискнуть. Подождите, что-то происходит. Голограмма старый, братанский. И это предупреждение. Конечно, благодаря... Ну, они не поняли, короче, что он сказал. А Шепард понял, потому что Шепард с маяками контачил там. Слишком много шумов. Ни хрена не понятно, получили немножко всего. Кстати, там под вид... А, нет, мне показалось, да. Там у меня... ...когда танки убивали... ...так, подождите, а ворота-то я открыл? Танки, когда убивали этот... ...ходячий всяких кетов, то у меня, видели, справа появлялись надписи всякие. Плюс тысяча, плюс две тысячи. И я подумал то, что ни хрена себе, мне за каждого, что ли, плюс две тысячи дается. Но потом вспомнил, что здесь суммируется. То есть, если... ...быстро убивать врагов, то справа будет не написано... ...не у каждого там плюс двести, плюс двести, плюс двести. А будет написано плюс двести, плюс четыреста, плюс пятьсот. И так. В зависимости от того, сколько врагов ты убьешь. Поэтому он три тысячи мне, типа, плюс три тысячи написал. А на самом деле, естественно, никаких... ...ну, это было общее. Ну и лифт, конечно же, лифт. Как начать? Лифт. О боже, опять началась эта музыка. Бум-бум-бум. Просто жесть. У меня еще сабвуфер стоит. И это просто такой бум-бум-бум. Прям по столу отдает аж на дрожжи. Я думаю, может, реально кто-то сидит и дышит, кот какой-нибудь. Как видите, мы открыли сейчас дверь. И вот это, кстати, тоже очень место хорошее, чтобы Мэку можно было перевернуть. Например, вот так вот. Вум. У меня получалось перевернуть Мэка. Так что я потом его не мог поднять. Ну, вы можете почитать, что Ляра говорит. Она говорит, что это бункер, все дела. Там вон ячейки, капсулы всякие, какими-либо спартанами. Но они постепенно. Постарайтесь не забывать, зачем мы здесь. Сарен, канал, судьба всей известной галактики. Прошу прощения, я на миг увлеклась. Надеюсь, у нас будет возможность подробно все изучить, когда все это кончится. Что это на стенах? Какие-то контейнеры. Похожи на анапиозные камеры. Наверное, братанин пытается сохранить себя жизнь с помощью анапиоза. Ну, как видите, в нас уже летит куча ракет и... По нам стреляют. Ну, тут сейчас на самом деле ничего интересного. Не будет просто поездка с периодическим отстрелом геттов. Я думаю, смотреть это не очень важно. Ну, и вот, собственно, силовое поле, которое преграждает нам путь. Ну, и, естественно, Лиара по какой-то причине знает, что это не Сарен сделал, но... Окей, у нас выбора-то особо нет. Идем в эту светящуюся комнату, которая светится так, чтобы ее, естественно, можно было заметить. Ну, и, как видим, здесь у нас есть Страж. Вы не протеанин, но и не машин, и эта вероятность также была предусмотрена, среди прочих, поэтому вы оставили предупреждение с помощью маяков. Похоже, это какая-то боепрограмма, причем поврежденная. Я не ощущаю ни в одного из вас следов внушения, в отличие от тех, кто недавно проходил здесь. Возможно, на тяже ты еще есть. Невероятно, настоящий протеанский боепрограмм, и я могу его понять. Я отслеживал ваши переговоры с момента, как вы вошли в комплекс, и я перевел то, что говорите. Типа, понятно, для вас формат, я Страж, здесь вы найдете в пути безопасности, скорость безопасности не будет нигде. Так, ну и, короче, программа, у меня нет на это время, он, короче, говорит, что все очень важно, что такое ретранслятор он нам рассказывает, и про цитадель он нам рассказывает, и про идеальную ловушку он нам рассказывает. Брата, они не сдались им, и он говорит, что даже ницы не особо-то и ждали, пока кто-то сдастся, они просто истребляли всех. Так, почему ж ницы ушли? Наши планеты стали голыми, рабы, подвергшиеся внушению, опустошили их, они забрали все цены, ресурсы, технологии, бла-бла-бла, и, в общем, реперы улетели, оставив там понемножку умирать. Канал это не оружие, это потайной ход. Как вам удалось остаться не найденными? Официальные данные о нашем проекте были уничтожены в начале нападения на цитадель, протанская империя рухнула, но и уцелел. Мы прервали все сообщения с внешним миром и погрузились во мрак, персонал ушел под землю в эти архивы, в целях экономии ресурсов все перешли в состояние ангиоза, я был запрограммирован следить за происходящим, бла-бла-бла, потом, короче, энергия кончалась, он потихоньку отключал камеры, Так, надо было сражаться, у нас было несколько сотен против галактического флота вторжения, единственная надежда на то, что у нас не обнаружено, одного за другим, он говорит, это позволяло экономить энергию, в итоге остались лишь главные ученые, даже им уже грозила опасность, когда шеверцы, наконец, ушли через ретранслятор с делью. И вы просто всех остальных убили, и она возмущается, так вы не могли допустить, что погибли все лучи пожертвовая часть. Такой исход тоже предусматривали мои действия и результаты условий, заложенных в программу в моем сознании. Спорим, тем, без кого можно обойтись, об этих условиях не сказали. Когда ученые пробудились, они поняли, что, то есть они, после уже уничтожения жнецами, некоторые протаяни вышли к этому, понимаете. Несколько десятков ученых, естественно, не могли размножаться, как Адам и Ева, они слабаки, потому что Адам и Ева вдвоем смогли целую расу людей. Ну, не расу, а целую, как это называется. В общем, всех людей на земле через Адам и Еву, вот это массовый инцесс такой. Вот. А эти просто отправились на Светодели, заблокировали ретранслятор внутри Светодели. Так, бла-бла-бла, поэтому Сарану нужно теперь, вернее, пластилин улететь на Цитадель и включить ретранслятор, чтобы через Цитадель жнецы смогли... ...в общем, попасть в наш мир через Цитадель. Ну, тут больше ничего особо интересного. Хотя нет, подождите, Хранители, значит, когда Пожинатели создали Цитадель, вместе с ней они создали Хранители? Предположительно, Хранители — это одна из порабощенных в субботу от древности цивилизаций, возможно, первые из них, возможно, они хорошо поддавались внушению, или просто... ...жнецы вывели эту послушную расу, как бы то ни было, их остались лезть за Цитаделью, но теперь Хранители уже не находятся под прямым контролем властилина. Они эволюционировали так, что откликаются лишь на сигналы, издаваемые самой Цитаделью. Когда протеаны не сменили сигнал Цитадели, им удалось освободить Хранители от власти, жнецов, они стали совершенно безвредны. Властелин, должно быть, понял, что органическими расами слишком сложно управлять. Это правдоподобная гипотеза, Хранители эволюционировали в неожиданном направлении неорганических, если люди такие, какие-то более предсказуемые. Да, это прикольно. Что стало слышим с шеверными учеными, с помощью канала Манифр. Канала они получили доступ к Цитадели, но канал это всего лишь прототип. Портал работает только в одном направлении, так что они оказались заперты на станции. Я не знаю, что с ними стало потом, вряд ли они нашлись у нас. Станции, воду или пищу, боюсь, они умерли с страшной и медленной смертью. Мне лишь известно, что им удалось заблокировать предтранслятор. Ваше присутствие здесь означает, что их жертвы были не напрасны. Так, ну и выдвигаемся. Шепард, кто знает, сколько еще просуществует Страж, проекция уже слабая. Это может быть последний шанс. Мы бьемся, зажим всей галактики, и вы хотите поиграть вопрос-ответ из голограммы? Вы правы, прошу прощения, лично чувствую. Но она просто не в теме. Сарен еще не добрался до конкурса. Она просто не в теме, но я уже все вопросы как бы задал ему. Ну, нам намекают, типа, мы больше не сможем сюда вернуться и все такое, но я-то знаю об этом. Так, ну что ж, собственно, вот здесь, насколько я помню, внизу, как раз мы сейчас поедем к каналу, или нет, я ошибаюсь. Ух ты, я, похоже, ошибаюсь. Здесь просто сейчас надо будет отстреливать гетов. Тогда включить позже. Так, вот, теперь я точно угадал. Теперь мы должны ехать. Вот, это он, это канал, невероятно. Мне, когда наслаждаться прекрасным видом, надо лезть в ретранслятор, а геты вряд ли нам проложат ковровую дорожку. Нашли, как всегда, в своем репертуаре, собственно. И вот мы видим то, что... Уже прибыл через ретранслятор пластилин к цитадели. Но совет, естественно, готов. Они же сами сказали, что они готовы. Поэтому сейчас будет махач, тум-пум-пум-пум-пум. И первый раз, кстати, по-моему, играет вот эта крутая музыка Жнецов. Этот большой корабль. Путь предназначения называется, если не ошибаюсь. Включись станции, не двигаются системы, что-то там хрень, короче. Покинуть цитадель и эвакуировать совет. Цитадель, контроль, контроль, ты копируешь? Да, а тут уже геты во главе с Сараном на цитадель пробрались. И сохранение не удалось, к сожалению. То есть, если я сейчас сдохну, то вполне возможно придется заново. Ну и как видите, тут через кучу колоссов я должен идти. У меня моментально просто снимают щиты эти ребята. Если я хоть под один серьезный обстрел попаду, то есть у меня вероятность окочуриться. Но я не попал. И не окочурился. Собственно, вот так вот Мэка и летает сквозь космос. А вина. Ну и вот этот вот ретранслятор, как видите, маленький. Он на самом деле рабочий оказался. Ну и аптечки рядом у кого-то хрена лежат. Непонятно с чего. И Шепард как кусок вывалился из Мэка. Ну и такие стоят, как ни в чем не было. Что я здесь никак и поговорить даже с ними нельзя. Так, ну что ж. Блин, сохраниться не удалось по одной простой причине. Тут нас ждут старые друзья, которых мы давно не видели. Хаски. Так, давай ты лучше. Уведешь от нас. Мистер Хаски. Все-таки Хаски в этой игре, они попаснее даже, чем во второй части. Тем более в третьей. В третьей части Хаски вообще бесполезны. Так, сохраняемся. И лифт. Куда ж без лифта-то. Кстати, сейчас будет довольно клевая сцена в лифте. Шепард первый раз, кстати, стоит лицом к этим. К напарникам своим. Вот и Саран. Обиженный на хранителей, то, что они не слушаются повелителя, ну, властелина. И закрываем цитадель. Они запирают станцию. Кто же знал, что она вообще может быть заперта? Пускайте вражеские корабли внутрь. Ну, и сейчас покажут, как мощь одного лишь жнеца. Ну, он не один, на самом деле. Ему еще деду помогают. Ну, и надо отметить то, что, как видите, ролики в первой части были сделаны еще не так хорошо, как во второй. Тем более в третьей. Вот эти вот, как будто пластиковые корабли развалился, столкнувшись с жнецом. Да. Выглядело не очень впечатляюще. Ну, то есть, эффект, который он должен оказать, он оказал. То есть, это корабль, который идет на пролом, и ему насрать. Но то, как это выглядит, это за счет графической составляющей. Потому что, за счет того, что движок довольно слабый. Да, это немножечко такой косяк. Так, ну а мы едем на лифте. Как вы понимаете. И лифт остановился. Сарен заблокировал лифт. Надеть шлем и пролезаем наружу. Я, кстати, ни разу в шлеме, вот с первой миссии, так, шлем ни разу и не одевал на главного героя. Ну, и он один сейчас, как видите, хотя их должно быть трое. И сейчас он поворачивается, и их станет трое. Во, повернулся, и их стало трое. Интересно, насколько актуально вообще носить вот такой зеленый камуфляж в космосе. О, видно, кстати, вон пластилина. Ну, а мы ходим, встречаем врагов. И, соответственно, уничтожаем врагов. Что нам делать-то с ними еще? Я больше особо не знаю, что с врагами делать, кроме как уничтожать их. Так. Медленно перезаряжается, к сожалению, вот этот вот режим очереди. На самом деле, я могу два подряд использовать. У меня же есть адреналин, который перезаряжает все эти сохранения. Не удалось. Ну, пожалуйста, сохранись. Ну, нет, не удалось сохранения. Что-то за укрытие спрятался. Как видим, кроганы появились. Как видим, то, что кроган командующий. То есть, он довольно жесткий был бы, если бы я не был здесь. Жесткий тоже. Хотя, как видите, я ему даже под деформацией наношу очень мало урона. Так. Вот этого откинь нахрен. Еще он мешается мне. Кроган командующий. Как видите, блин, не хочет умирать. Все-таки умер, вот. Так. А куда делся? Куда-то его выкинула женщина. Блин, она его в космос, что ли, отправила? Блин, на себе. Так, I lost shields. У кого это волнует? Ух ты, мы и сами-то живет на ВОС могли вынести. Я себе. Ракетами стреляют в космосе. Ну-ка, блин. Нет. Вот так. Влетай. Влети отсюда. Иии, I believe, I can fly. Прикольно. Интересно, очки мне за него дадут? Потому что, похоже, дали. Насколько считается, что вообще я его убил? Ну, видите, то есть, вот почему я беру Лиару с собой. То есть, действительно, очень много контроля. И мне практически не мешаются враги. За счет того, что много, блин, от сохранения не удалось. И это вот мне не нравится. Привет, разрушитель. Как твои дела? То есть, всех, практически, всех врагов, которые мы видим на карте сейчас, мы можем законтролить за счет Лиары. Поэтому я ее беру с собой, а не как... На самом деле, во второй части есть такой прикол. Ну, типа, признайся, что берешь с собой Миранду только за счет... Только из-за того, что у нее, типа, клевая жопа. Вот. Или, там, признайся, что брал Гаруса на каждую миссию. Что, естественно, не является правдой. Я Гаруса вообще ни на одну миссию не брал. Даже на миссию Гаруса. Блин, низкий уровень электроники. Нифига себе. Я не знал, что тут электроника нужна, чтобы взламывать. Ну, ладно, хотя бы две из трех взломаем. Это я турели сейчас взламываю, чтобы они вот по этому кораблик убили. Можно было три взломать, но я взломал всего две. Потому что, как оказалось, что там нужен какой-то уровень электроники, который у меня не прокачан вообще ни на каплях. Так, Лиару херачат. Лиара, ты давай живи. Лиара, живи, хэштег. Глянь, Лиара, похоже, все-таки умрет у нас. Не знаю, кто в нее стреляет, но... Кто-то очень усердный. Нет, дуэлла получаю, пока Лиара не живет. Ну, это говно, типа, высаживает постоянно новых гетов, пока не сломается. И вот сломалось. Сейчас еще и эшли, дрохнув, блин. Хотя мне не хотелось бы, на самом деле. Ну-ка, шри. Все, кажется, со всеми разобрались. Лиара, вставай. Ничего, прохлаждаться. Они, конечно, сами могут хилиться. О, наконец-то я сохранился, блин. Так давно не сохранялся. Просто иду вперед на пролом. И нет. Ну, вы поняли. Ничего не могу поделать, блин. Два Крогана. Жесть. Попробуем их быстро убить, что ли. Ну да, они пока не успели заюзать свои эти. Ты не летец. Лети, друг. А с Кроганами я справился, да? То есть мы обоих разнесли. Блин, ни фига. Блин, прям в меня летит. Оп, и вернулся. Джаггернаут. Это вам не тот Джаггернаут, который Доти тащит. Эти Джаггернауты не тащат Доти. Да, вы улетаете, блин, Джаггернауты. Да, если, короче, очень далеко их вытолкнуть, как вы видите, то они умирают автоматически, хотя они и не должны, вроде как. Ну, а тут, как видите, вообще пушки вот эти. Панам фигачат очень сильно. Я боюсь, что у меня сейчас опять умрут оба моих человека. Я подхилю, конечно. Но слишком уж больно, то реле дамажит ракетами. Ну, благо, хоть не по мне. Вот, одну-то я сломал, а их там, как видите, вон не одна, а много. Так, ну пока ракеты летят не в меня, на самом деле, это тоже хорошо, потому что основной урон, как ни странно, именно я наношу. Ну, правда, если в меня полетит, о, в меня полетело. Не долетело, правда, но... Что ты поделаешь-то? Блин, это уже было близко. Блин, турель глупая, перестань к меня стрелять. Там где-то солдаты всякие, но я пока турель не сломаю. Не хочу даже думать о них. Я точно стреляю по ней, да, точно стреляю, теперь я уверен. Так, где-то солдат. Я слышал, как плохо вел себя в этом году. Так же, как твой друг, кстати, где-то солдат номер два. Где-то еще одна турель должна... Ни хрена себе, а кто тут турель снял? Не уж то я шли? Соло вынесло. Блин. Блин, не могу пройти, жесть. Как вы видите, это не единственная турель. Там вон еще одна стоит. Еще мерзкий дед-солдат, который прячется в укрытии и не хочет умирать. Так. Урелька, ты тоже будешь стрелять ракетами не к меня? Хрень, которая передо мной стоит. Если так, то мне нравится. Очень много времени тратится на то, чтобы включать обилки, на самом деле. Так, ну вот, справились. Это, на самом деле, одна из самых сложных моментов. Вот с этими турелями. Ну, как я уже говорил, я пришел сюда слишком раскачанный. На самом деле, левел 30 здесь, если ты имеешь, то ты уже можешь сказать, что ты слишком раскачанный. Так, еще мы пришли куда-то. А, ну мы, в общем-то, прямо сюда и пришли. Сейчас будет главный бой. Блин, я не знаю, если я сейчас остановлю видео, то примерно сколько времени у меня будет идти в финальный бой. Ну, ладно, проверим. Я сейчас склею видео, так что, если вам понравилось, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте и смотрите продолжение. С вами был Сет. До свидания.